Вопрос достаточно простой. Вопрос выбора. Если честно, я бы выборы ненужного нам президента отменил. В СССР и Российской империи не было президента. Никаких. Четверых выкинули как мусор. И правильно. Один развалил Российскую империю. И в принципе для меня как гражданина СССР это изумительно. Другой уничтожил государство, в которое все верили. Третий развалил остатки. А теперь хватит. Единственное, что нужно, не чувствовать гнид московских, а чувствовать человеков нищих. Гниды московские уничтожили средний класс, загнав все население в сраку. Мы, человеки, готовы работать. И многого не надо. Минимальный уровень зарплаты, как в Болгарии. И все. И тогда мы все свернем. Осталось чуть-чуть. Полный выход к Черному морю. И тогда зачем выборы? Вообще. В ТИКе, в участковой избирательной комиссии 13-19 в Доме дружбы народов. Совместно там же работала и 13-18 комиссия. Надо сказать, что составы комиссии изменились. Практически старых не осталось, молодежь. Что касается обучения, основном оно проводилось для председателей, зампредседателей, секретарей. У ИКов, члены комиссии, не все отправляли рассылки, не все они были зарегистрированы в соответствующих мессенджерах. Поэтому немножко сложно было работать. В каком плане, что приходилось много объяснять, разъяснять. Ну и само по себе. Очень много было новых нормативных документов. Абсолютно новых. Тех, которых ранее не было. Раньше избирательные комиссии были проще. Очень много, вот кстати, на то, что Дованков проскочил. Я думаю, что это было ДЭК. Это дистанционное электронное голосование, в котором, как правило, принимало участие молодежь. И немножко у них было такое протестное настроение. Что касается нашей избирательной комиссии, то на втором месте, к сожалению, у нас оказался Дованков. И тоже можно объяснить причину Анихаритонов. Потому как неблагополучный район, очень сложный район. Спасибо вам и спасибо Сергею Беденко, которые помогали в организации. Значит, в чем состоялась сложность? В том, что по улице Уральской, Шишка и... Были снесены дома. И Московской снесены дома. Девять домов снесены. А в этих домах по спискам нам дали почти 90 человек. Ну, естественно, здесь возникло такое некоторое недопонимание. Тем не менее, и партия помогла. И настойчивость нашего председателя УИК, ну и моя настойчивость. Эти люди были исключены. Которые получили жилье. Жилье получили. Почему-то посчитали ненужным сняться с регистрационного учета. Четыре человека приходили голосовать. И мне приходилось с ними проводить разъяснительную работу. То есть у каждого свои какие-то причины были, по которым они не хотели сниматься с регистрационного учета. Им было указано на то, что они нарушают порядок. Нарушают закон. Что они, как бы, так скажем, налетают на штраф. И поэтому люди эти спокойно удалились. В целом вопрос с администрацией города. Лена Гарифовна приходила сама к нам. Соответственно, значит, выяснила всю ситуацию. Ситуация разобралась. Значит, и все эти люди, все эти дома, значит, были исключены из состава, значит, нашего УИКа и администрации Ленинского района. В ответствии. Я думаю, что если наша партия, значит, проявит в этом инициативу, потому что это достаточно сложный вопрос, чтобы все вот эти миграционные службы уточнили, упорядочили списки избирателей. Потому что в ходе информации выяснялось, что да, люди вот проживают, прописаны, а их квартиры даже не присутствуют вот в информационном этом поле. И обижаются, что вот мы приходим и хотели бы проголосовать. Сложный район в чем? Остались те еще самые общежития, где, значит, коридор, туалет, значит, кухня. Нет, очень сложно. Один дом просит помощи, в том числе и партийной помощи, в том числе, чтобы признали его ветхалорийным. Если это будет партия интереснее, я назову, какой дом. Потому что жильцы бьются, пишут во все инстанции. И им нужна просто, видимо, юридическая поддержка, или даже и партийная поддержка. Вот в этом вот сложности мы заключались. Ну, что хочу сказать, что, ну, в общем-то, доверие партии, я считаю, мы оправдали. Значит, назначили меня, а с партией членом комиссии, впоследствии, значит, я была избрана зампредседателя комиссии. К сожалению, далеко не все партии видят жизнь. Жизнь – это не чума, сделанная олигархами. Хоть и колбасили Сталина Джугашвили, но его дети защищали СССР и умерли героями. В большей части жизни вера в коммунизм. Уж поверьте, где в Конституции вера в здоровье человеков, вот такая Конституция нужна. К слову о том, что все те, кто у власти, были членами КПСС. Так, чтобы было понятно, вам необходимо просто пообщаться с КПРФ. Я бы лично, без лизожопных и телезвездунов, это все сделал. Они знают жизнь на ладони, варьятам в разы, сотни раз меньше.